Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Виталий Димбовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Вот и подходит к концу 2015 год. Столичные спасатели за это время совершили более 3200 выездов. На пожарах погибло 16 человек. 69 человек, из которых двое детей пострадали. 595 человек работники МЧС спасли и эвакуировали из опасных зон. В преддверии новогодних праздников я не буду заострять внимание на том, что уже произошло. Хотелось бы поговорить о том, что нужно помнить, чтобы ваш Новый год прошел радостно и безопасно. Минск чрезвычайный. От неправильного использования пиротехники каждый Новый год страдают сотни людей. Иногда это связано с тем, что сама пиротехника некачественная. Но чаще с тем, что люди неправильно ее используют. Из-за слишком беспечного отношения пиротехнические изделия порой взрываются прямо в руках у детей. Хотя к детям в руки они и попадать не должны. Как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о том, как правильно украсить празднование Нового года хлопушками и фейерверками, не причинив вреда ни себе, ни окружающим. Итак, чтобы не омрачить свой праздник, следует помнить простые правила. Никогда не покупайте пиротехнику с рук. Обязательно спрашивайте у продавца о наличии всех необходимых документов. Все фейерверки обязательно должны быть сертифицированы, иметь инструкцию на русском или белорусском языке, отметку о госте, сведения об официальном импортере на территорию страны, а также срок годности. Далее, тщательно изучите инструкцию перед запуском каждого конкретного вида пиротехнического изделия. Каждый из них имеет свои особенности запуска и меры безопасности. Никогда не давайте детям самим запускать салюты и взрывать петарды даже под вашим контролем. Оставьте им роль сторонних наблюдателей, именно сторонних, а не близстоящих. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой и не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз. Не сработала, значит не судьба. Минск чрезвычайный. Не используйте пиротехнику во дворах колодцев, в квартирах, да и вообще в помещениях, вблизи домов и машин, на небольших огороженных территориях и при сильном ветре. Помните, места для запуска каждого конкретного изделия должны быть описаны в инструкции. Ну и напоследок рассмотрим вариант, если что-то неприятное все же случилось. Что же делать в этом случае? Итак, первое. Что делать, если кто-то пострадал? Лучше всего, конечно, звонить в скорую, не пытаясь оценить самостоятельно, насколько все серьезно. Дело чаще всего приходится иметь с достаточно глубокими ожогами, которые плохо заживают. Из того, что можно сделать самостоятельно, это лишь приложить рядом с местом ожога, но не на него, наполненную снегом или холодной водой пластиковую бутылку, или тот же снег, завернутый в хлопчатобумажную ткань. Идею намазать ожог чем-нибудь жирным гоните прочь. Обработанный маслом или вазелином он перестанет дышать, и проблем с заживлением будет еще больше. Если обожжены глаза, промойте их холодной водой. Если дыхательные пути, нужно лечь или уложить пострадавшего, чтобы верхняя часть тела была приподнята и следить за дыханием до приезда скорой. Минск чрезвычайный. Бывает и так, что видимых повреждений нет, а человек, пострадавший от петарды, чувствует себя плохо. Возможно, это контузия. Беднягу нужно уложить и не оставлять одного ни на минуту, потому что внезапно может начаться рвота. Второй вариант развития печальных событий – это если начался пожар. Из-за попадания петарды или ракеты на балкон или в дом через окно может возникнуть пожар, поэтому, уходя из дома на елку, закройте все форточки и балконные рамы. Это уменьшит вероятность. Если все же случилось так, что пожар произошел, и вы в этот момент дома, оцените свои силы и по возможности потушите его водой. Помните, если горит электроприбор, перед тушением его нужно обесточить. Если ваши шансы потушить самостоятельно сомнительны, звоните по телефону 101 или 112 и как можно быстрее покиньте помещение. Обязательно закройте за собой двери, чтобы не давать приток воздуха огню. И помните, если загорелось что-то синтетическое – поролон, обивка мебели и так далее, первое, что необходимо сделать – это защитить дыхательные пути от доступа ядовитых продуктов горения. Несколько таких опасных вдохов, и человек может потерять сознание. Самое простое, что можно сделать – это приложить к носу и ко рту мокрое полотенце. Ну что ж, на сегодня это все. Пусть наступающий год будет безопаснее предыдущего. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...